друзья мои всем привет я сегодня к вам с видео болталкой я редко записываю болталки они мне как-то не очень хорошо получаются и меня так всегда за них ругают что я повторяю одно и то же что я много говорю все не по делу ну в общем есть в этом что-то справедливое замечание потому что есть вам у меня такой недостаток и поэтому я стараюсь как бы редко записывать такие видео я просто решил записать его потому что снова и снова повторяющаяся дискуссия на моем канале по поводу масс-маркета по поводу уродского уродская одежда из юникло в кавычках уродской ну как бы очень много было последним и видео одно из последних мои видео моих видео зеникло было и там было много комментариев что такая ужасная одежда такая некрасивая и и вообще очень много всегда нареканий про то что в масс-маркете один хлам 1 1 галимая синтетика короче очень много ругают масс-маркет я масс-маркет очень люблю по моим каким-то причинам я люблю демократичную недорогую одежду ну у меня есть много для этого объяснений у меня есть много для этого всяких доводов но я сейчас не буду их приводить это как бы мои мои личные приоритеты я вообще хочу поговорить в общем и целом об этом споре который не при не прекращается на многих каналах которые показывают одежду которые показывают всякие примерки в магазинах почему-то вот такой вот отношение к масс-маркету как фу-фу масс-маркет фу-зара фу-эчины фу юникло у меня иногда складывается впечатление что зрители не только моего канала но многих каналов которые я смотрю они все одеваются в люксе и все носят только лору пианы и и диор понимаете ну вот я позволю себе в этом сомниться потому что вас маркет он так называться масс-маркет потому что он для масс то есть я думаю что большинство населения планеты земля одевается в масс-маркете больше того есть очень много людей которые могут позволить себе одеваться в любой марке и покупать вещи любой марки они носят одежду за например ну что далеко ходить за примерами например будущая английская королева принцесса или герцогиня не знаю точно ее титул кейт миддлтон очень часто не очень часто но довольно часто была замечена в одежде из зары потом королева испании летиси потрясающе красавица элегантная модная женщина который как вы понимаете доступны любые бренды и любые любые возможности в ее руках она тоже очень часто носит платье из зары но можно сказать что она как бы промутает компанию испанскую зара потому что она сама королева испании но вы знаете я думаю что если бы она очень как бы совершенно ибо не не нравилась одежда и она бы говорила фуфу она бы не стала ее носить очень трудно королеву заставить рекламировать какую-то компанию если я она не нравится все-таки она королева кто еще у нас ну в общем я могу перечислять перечислять еще но я кстати недавно вот по совету одной из моих подписчиц на нашла канал который называется double vanilla он на английском языке правда девочка из торонто по моему она есть по всему миру она ездит в нью-йорк она ездит в милан в париж и она снимает короткие видео длинные видео про шобинка короткие видео она останавливает людей на улице в милане или в париже или в нью-йорке и значит спрашивает во что вы одеты то есть она естественно выискивает людей в интересной одежде в такой fashionable people вот и значит очень часто практически всегда ну очень часто во всяком случае дома у нее сумка шанель там очки прада туфли ferragamo и при этом а костюм откуда она к это костюм из зары то есть это просто плак практически сплошь и рядом часы rolex браслет кортье сережки тиффани а платье из зары понимаете то есть это можно сказать что вот как бы люди у которых денег нету они поэтому предпочитают одеваться в масс-маркете потому что у них денег нету ну что вы скажете о людях которые все обвешаны часами ролик с сережками тиффани кортье сумками шанель и ирмес и при этом на них одежда из зары понимаете и я это не какие-то там артисты статисты и так далее просто живые люди которых она на улице останавливает и с которыми она разговаривает вот такая ситуация значит и вот когда возникает вот это вот знаете под последним моим видео из юникло было несколько комментариев о том что такое все ужасное такое все некрасивое не на что смотреть зачем вообще кто покупает эту одежду из из юникло я вам хочу сказать во первых давайте начнем с того что если вы имеете финансовые возможности покупать одежду более дорогую я очень за вас рада но вы должны понять что не все люди имеют возможность одеваться вдоль и в более дорогих брендах вернее в основном люди большинство людей не имеет финансовые возможности одеваться в более дорогих брендах и такие бренды как юникло или зар или h&m это как бы вот единственные магазины в которых люди могут позволить себе купить одежду поэтому говорить фу там то фу сё это как бы прекрасно что ваша жизнь сложилась таким образом что вы можете фукать на на одежду вот этого уровня понимаете но есть очень много людей которые просто не могут позволить себе ничего другого это первое второе что есть люди которые да могут себе позволить одежду более дорогую более красивую более фасонную но вопрос приоритетов понимаете дело в том что есть люди как для которых это вообще не не приоритет понимаете они не придают значение тому какая на них надета одежда и сколько она стоит и как она выглядит то есть очень много людей для которых это вообще не приоритет они одеваются лишь бы во что-то лишь бы им было тепло и удобно есть очень много брендов которые удобные теплые но дорогие есть бренды типа юникло которые удобные комфортные и не очень дорогие и люди у которых даже есть деньги и для них просто вот они идут в первых ваших магазин и покупают 1 попавшие что им попадается под руку я знаю таких людей и это реальные люди которые действительно существуют я больше того скажу есть люди которые для которых юникло это дорого понимаете то есть как бы есть люди которые будут голодать и не будут 2-3 месяца полгода голодать и пойдут себе купить дорогую сумку а есть люди которые покупают самую дорогую еду органик там всякую вот все натуральные выращенные которые стоят четыре раза в пять раз дороже чем обычная еда в обычном супермаркете но поэтому при этом они пойдут и оденутся в юникло понимаете это вопрос приоритетов потом мне там в каком-то видео под каким-то видео написали что можно пойти там в second hand и купить там хорошую дорогую одежду по дешевке если у кого-то нет средств но вы понимаете я ответил этому человеку я вам сейчас повторю этот ответ что вы знаете это опять же вопрос приоритетов для вас например вы считаете что вы лучше пойдете в секонд и купите там одежду которая дорогая но это не не масс-маркет хорошие бренды но они дешево продаются потому что они придут секунде и и мне под видео про секунд здесь человек напишет фу-фу носить одежду с мертвых старух понимаете то есть люди которые категорически не хотят одеваться в секунде если вы им скажете что я лучше пойду в секонд и куплю там хорошую одежду чем в масс-маркет они зафукают вас точно же как вы фукаете на масс-маркет они фукают на на секонд-хенд плюс ко всему чтобы найти что-то хорошее в секунде нужно оббежать наверное 5-10 магазинов перерыть горы одежды потратить на это кучу времени куча бензина потому что вы начнете на машине мотаться по секундам искать и вас нет никакой гарантии что что вы что-то хорошее купите а вам нужен пуховик или свитер и вы просто пойдете в uniqlo и за полчаса вы купите там свитер и пуховик потратив на это полчаса времени минимальные затраты по каким-то там поискам и по деньгам вас конечно получится дороже чем секунд и вы наверное может быть купите вещь может быть по качеству немножко хуже но вы сто процентов пойдете в магазин и купите то что вам надо чем вы будете мотаться по секундам и искать что-то в секунде можно покупать какие-то вещи для интересные какие-то знаете необычные что-то что вы не купите в любом другом обычном магазине если вам вот просто нужно на зиму одеться и купить пуховик и купить свитер вы пойдете в uniqlo и вы так сказать не сто процентов там что-то купите поэтому вот я всегда как бы и блогерам и зрителям есть блогеры которые говорят фу масс-маркет никогда в жизни я там не буду одеваться вы понимаете что вас смотрят люди которые до одеваются в масс-маркете которым нравятся эти магазины и когда вы говорите фу никогда в жизни фу там барахло одно продается вы таким образом обижаете людей которые вас смотрят понимаете если вы говорите фу секунд я никогда в жизни не буду одеваться в секунде если вы блогер то вы таким образом обижаете людей которые вас смотрят и которые до любят одеваться в секунде вы можете иметь свое мнение и вы можете его высказывать я говорю сейчас про всех и про блогеров и про зрителей но нужно это делать, как бы это сказать, деликатно. Понимаете? Как бы не обязательно. Не то, что нужно. Многим блогерам нужно бы и не высказывать иногда. И все говорить, что они думают. Потому что нужно быть как бы ответственным за то, что вас смотрят люди. Понимаете? Если вы просто какой-то зритель, и вы просто пишете комментарий, вы просто высказываете свое мнение, это одно. Если вы блогер, и вас смотрят хотя бы тысяча-две тысячи человек, то вы должны быть очень осторожны в своих исказываниях, потому что, ну, как бы вы можете кого-то обидеть, вы можете кого-то задеть, вы можете кому-то сбить его самооценку, то есть нужно, не всегда блогер должен говорить то, что он думает, а если говорить, то говорить очень, как бы, деликатно и осторожно, вот, и опять же про комментарии по поводу масс-маркета и все, конечно, вы можете высказать свое мнение, я абсолютно всегда за то, чтобы, за критику, за то, чтобы высказывать свое мнение, несогласие со мной или согласие со мной, это вообще, как бы, у меня, я никого не баню практически и не стираю ни одного комментария, если вы не видите свои комментарии под моим видео, это потому, что иногда ютуб, вот, у него какие-то бывают шалит иногда, знаете, и он почему-то не пропускает самые безобидные комментарии, но, или если комментарий очень грубый, с ненормативной лексикой, это ютуб тоже его убирает, даже не я, ютуб сам не пропускает его, и там, линки всякие не пропускают ютуб, но это, я вытираю комментарии и баню людей, только тех, которые, вот, уже начинают просто, вот, оскорблять, ругаться, на кого-то, на меня или на зрителей, а, в принципе, у меня в бане, может быть, там, пять человек, я не знаю, и то какие-то залетные, которые мимо пробегали, какие-то уроды, которые, там, гадости всякие пишут, то есть, я абсолютно спокойно отношусь к критике, и меня же, и того, что я показываю, но я хочу, чтобы вы, как бы, понимали, что критика, может быть, по-разному высказана, не даже не по отношению ко мне, а по отношению к тому, что я показываю, по отношению к тому же масс-маркету, можно сказать, да, мол, ну, не очень такая одежда, я стараюсь там не покупать, мне они очень нравятся, абсолютно легитимно, так сказать, нет никаких вопросов, но когда начинаются эти, фу, какая, какая гадость, там, типа, пишут, ужас, ужас, какой ужас, товарищи, вы знаете, ужас, это что-то другое, слово ужас, я бы использовала в других, как бы, обстоятельствах, когда вы видите какую-то вот некрасивую одежду, которая вам не нравится, писать ужас, ужас, ну, это как бы, ну, ну, я не знаю, не совсем, это не совсем адекватно, да, а теперь еще по поводу, знаете, теперь еще по поводу того, что очень часто пишут, что вот масс-маркет, дешевая одежда, и лучше пойти купить одну дорогую вещь, чем 10 дешевых вещей в масс-маркете, опять же, я повторюсь, это вопрос приоритетов, то есть, есть люди, которые хотят много одежды, вот, есть девочки, любят одеваться, менять, много кофточек, много платьиц, почему вы думаете, что если вы, вам нужна одна вещь, то все люди такие, но вот есть люди разные, есть люди, которым нужно 5 вещей в шкафу, есть люди, которым нужно 100, и это их жизнь, это им доставляет удовольствие, это их, как бы, приоритеты, опять же, повторюсь, это их приоритеты, но у человека нет денег, на много хорошей, дорогой одежды, значит, он идет в масс-маркет, и покупает много, недорогой одежды, и если вы считаете, что лучше иметь одно платье, но дорогое, чем 10 платьев дешевых, то это вы считаете, это ваш приоритет, это то, что вам нравится, и то, что вы хотите, а есть люди, которые думают по-другому, и у них другие приоритеты, просто поймите, смиритесь с этим, в этом нет ничего криминального, просто все люди разные, я вам больше того скажу, есть люди, которые на вашу одежду будут фукать и говорить, фу, мне так это не нравится, потому что я вообще одеваюсь в лоропиано, а человек одевается в гучи, боже, какая пошлость, боже, какое там, или версачи, какая пошлость, вот я только лоропиано, и только вот такие вот базовые, очень-очень дорогие вещи, которые могут себе позволить, наверное, там, не знаю, одна миллионная население этой планеты, у всех свое фу, понимаете, у всех свои приоритеты, свои финансовые возможности, и свои, каждый, понимаете, каждый человек находится в каком-то моменте своей жизни, в котором у него есть вот такая ситуация, что он сейчас, вот, например, предпочитает купить 10 платьев H&M, чем одно платье в каком-нибудь там, я не знаю, ну, что мы возьмем, какой-нибудь middle-segment, марнин, например, да, или какие-то такие бренды более дорогие, ну, в общем, к чему я все, я заканчиваю уже, к что я хочу сказать, я хочу сказать, девочки, пожалуйста, будьте терпимы к тому, что все люди разные, у всех людей совершенно разные приоритеты, и разные возможности, и разные желания, и разные моменты их жизни, в которых они сейчас находятся, вот все, все, что я хотела вам сказать, люблю, целую, всем привет из Канады, от Диты, пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok